Всем привет, мои дорогие! С вами снова Элина. И сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, что я купила на Аруби и какие подарки мне подарил мой муж на Рождество и Новый Год. Если вам это интересно, тогда оставайтесь со мной. Большинство из моих покупок вы, наверное, уже видели в моих влогах, но, тем не менее, я покажу вам сейчас их еще раз и расскажу про них более подробно. Начну, пожалуй, я вот с такого заветного пакетика, и точнее, что было в нем, и не только в нем, и в других пакетиках от Victoria's Secret, потому что мне кажется, это то, что любят все женщины мира. Моим планом было купить какой-то парфюм от этой фирмы, потому что у меня уже до этого были спреи для тела, но они не настолько хорошо держат запах вот этого спрея, поэтому я решила попробовать какую-нибудь туалетную воду. Но, когда я начала их все пробовать, нюхать, я опять забыла это слово, когда я начала слушать аромат, я никак не могла определиться, какой же из них мне взять. И вот это было мое решение, я взяла сразу набор. Конечно, их здесь не очень много по количеству миллилитров, но, тем не менее, я думаю, их хватит, наверное, довольно-таки надолго. Здесь, значит, какие запахи? Victoria's Secret Bombshell, Tease Forever Sexy, Heavenly и So Sexy. Вот последний я хотела больше всех купить. Я такой человек, что мне очень быстро надоедает аромат, поэтому я думаю, что вполне возможно, что мне вот этих вот хватит, и я больше не захочу никаких из этих запахов себе приобретать. Поскольку я не купила большой номинал духов So Sexy, я решила взять себе вот такой вот спрей для тела, которым можно пользоваться днем или летом, когда жарко, когда не хочется какие-то тяжелые духи на себя наносить, просто легенький спрейчик такой, чтобы ваши волосы, ваше тело пахло вот таким замечательным запахом. Кто еще не слушал этот аромат, обязательно послушайте его, потому что мне очень нравится он. И вообще, на самом деле, у них, конечно, такие названия, все Sexy, So Sexy, Heavenly, какие-то, да, такие ангельские вот эти вот названия, поэротические, и на самом деле, они именно какие-то вот такие, не знаю, нежные, какие-то сексуальные эти ароматы, потому что если вы хотите на вечер какие-то духи себе выбрать, там, если у вас стиль Lady Vamp, я не знаю, богиня, шикарная, роскошная женщина, то, конечно, мне кажется, духи Victoria's Secret это не тот вариант, они такие более легкие, более такие какие-то нежные, гламурные, но шикарными эти ароматы как-то я бы не назвала. Ого, да, спрей летел, я не сразу решила его купить, долго думала брать, не брать, потому что уже и так много я набрала ароматов, но все-таки потом сдалась и взяла его, это Snow Mint, снежная мята, очень вкусно, в принципе, пахнет, свежо, и на зиму, мне кажется, самое то, да и не на зиму, это уже и на лето хорошо, в общем. Продолжаю тему Victoria's Secret, я купила три блеска для губ, но, как вы видите, их только два, потому что третий я подарила, это был в подарок блеск, и вот этот блеск сейчас у меня на губах, кстати, если вам видно хорошо, не знаю, этот цвет называется Mocktail Hour, и вот такой вот блеск, он с такими, знаете, розоватыми блестками, розово-золотые блестки какие-то, очень красиво смотрятся на губах тоже, называется Guava Bomb, в общем, мне кажется, такие оттенки, они красивее смотрятся, когда вы где-то именно в теплой, жаркой стране, где светит солнышко, тогда они сверкают, потому что они все с мелкими блесточками, смотрятся очень красиво, в такой погоде, как у нас сейчас в Голландии, конечно, они смотрятся, мне кажется, эти блески не настолько красиво, но, тем не менее, они мне тоже очень нравятся, очень, кстати, классно, просто пахнет, поэтому всем советую тоже блеск Victoria's Secret, мне они очень нравятся, я в этот раз не брала с собой ни бальзам, ни шампунь, и думала, что буду пользоваться тем, что есть в отеле, но когда я увидела, что в отеле шампунь совместный с кондиционером, то я поняла, что это, конечно, не подходит, и надо что-то срочно себе покупать, поэтому взяла тоже у Victoria's Secret такой наборчик, в самом деле, я предпочитаю средства профессиональные для волос, но поскольку мы были на отдыхе, и нам некогда было искать, где же там что-то продается, я уже знаю, где Victoria's Secret находится, и я решила там купить средства, вот такой вот был High Shine Serum, в общем, серум для блеска волос, если честно, от всей этой косметички я не особо в восторге, она неплохая, но я не увидела такого какого-то сверхрезультата, штандарно волосы смягчаются, ну и как бы больше ничего такого, да, придает блеск, в общем, ну, какого-то экстраординарного эффекта я не увидела, в общем, хотите, попробуйте, девчонки, но ничего такого прям сверху, я не захотела купить в большом номинале эти средства, кондиционер, увлажняющие волосы, и тоже увлажняющие волосы, шампунчик вот такой вот маленький, ну, честно, я как-то особо в восторге не осталась, косметичка симпатичная, буду в дорогу ее последующие разобрать, и, в общем-то, мне в принципе нравятся все средства, которые секрет, которые я когда-либо пробовала, и косметика, и белье, в общем, все мне нравится, идеальный для меня магазин, наверное, еще розового цвета, но, как бы, нормальный, такого эффекта прям какого-то восхитительного я не увидела, хотя, возможно, еще потому, что на Арубе очень жесткая вода, и солнце полит, знаете, и влажность постоянная, и волосы все время в таком состоянии, что они просто априори не могут выглядеть роскошно, поэтому, возможно, я еще и из-за этого не видела эффекта, потому что просто, неважно, чем ты там пользуешься, все равно волосы у тебя будут как михла. Теперь перейдем к продукции Алоэ. Когда я начала читать в интернете, что же привезти с Арубе, именно вот эта вот Алоэ Арубе, фирма, она фигурирует во всех форумах, и это единственное, в принципе, что привозят с Арубе, потому что там небольшой остров, и оттуда везти особо больше нечего, потому что там сухо, кактусы, и, в общем, там с собой ничего не растет. И, кстати, я прочитала также, что это лучшая продукция Алоэ вообще в мире, не знаю, правда это или нет, но тем не менее. И тогда я начала уже гоняться за этой Алоэ продукцией, и купила, в общем, себе такой вот лосьон для лица. Я решила, что возьму маленькую попробовать, потому что, может, мне это и не понравится вовсе. И также взяла побольше уже такой лосьон для тела, потому что для тела нужно все-таки больше крема. Алоэ витамином Е, специальная забота, вот такой вот. Попробую, скажу, но мне, в принципе, нравится запах такой нежный, не надоедливый, как это сказать. И, в общем-то, увлажняет неплохо, мне кажется, хорошее средство. На ослиной ферме я купила вот такие вот топчульки для своей племянницы на будущее, когда подрастет. И я купила мыло. Вот такое вот мыло со слиным молочком. Еще не пробовала, попробую. Скажу, наверное, если кому-то будет интересно. Также я, как уже говорила, там продавался крем для рук за 18 долларов со слиным молоком. Я решила, что это тоже много, я не буду покупать его. В итоге я об этом пожалела, но уже мы туда не ездили. Я прочитала об слином молоке в интернете. На самом деле она очень полезная для вашей кожи, она умолаживает, увлажняет. В общем, что она только не делает. И я очень пожалела, что я не купила этот крем. До сих пор жалею, поэтому если у вас где-то что-то продается с слиным молочком, попробуйте, потому что я прочитала, что это реально очень круто. Сама я еще пока не пробовала. Пробовала только крем один раз, но руки реально были очень мягкие. Вот так я его и купила. Из одежды я как-то вот ничего особо не купила, только вот такой вот костюмчик. Это юбка и топ. Давно хотела купить такой комплект, который смотрится как вроде как практически платье, но при этом это раздельный топ и высокая юбка. И купила себе это на Новый год. Вот. И больше ничего из одежды не покупала, потому что, в принципе, я с собой практически все брала новое. Поэтому как-то мне даже, честно говоря, особо не хотелось ничего покупать. Я не так много хороших вещей там увидела в этот раз. Ну, теперь перейдем к подаркам к моим уважаемым. Мой муж такой человек, он мне любит дарить подарки по какому-то поводу. Он любит дарить подарки, когда он чувствует, что он хочет что-то подарить. Поэтому стрясти с него что-то на Рождество или Новый год это большая проблема. При том, что еще и магазины все были закрыты, как я говорила уже в своих блогах, несколько дней в праздники и после праздников. Поэтому подарок у меня уже только случился на Новый год. Но он как бы на Рождество и на Новый год. Это подарок Louis Vuitton, ремень. Такой вот коробочкой он был. Потом он был в таком пакетике. Louis Vuitton, как всегда, очень все хорошо запаковывает. Чтобы можно было хранить реками. И вот такой вот ремешочек. Очень мне нравится, очень красивый на мой взгляд. Не знаю, как вам показать, чтобы было видно. Я этот ремень еще пока что ни разу не надевала, потому что мне кажется, что к нему нужно какие-то красивые, классические, темно-синие джинсы. Поэтому сейчас я себе приглядываю джинсики. Потому что мои джинсы все драные, светлые, какие-то выгоревшие, заклепками. Это совершенно другая тема. Тут нужно, чтобы он такой, более лакширный окажется. Поэтому сейчас я смотрю, какие джинсы по себе взять. Ну и то, что я уже давно хочу стрясти. И мужу надо было какой-то повод назвать. Поэтому я вчера ему сказала, это на русское Рождество подарок. Это лазерный, или не лазерный, в общем, фотоэпилятор. Silk N. Я не знаю, Silk N. Я не знаю, как эта фирма называется. Ремкута. Вот такой там красивый в розовой коробочке, санатуре розовенький. Я уже вчера его оправировала. На самом деле, его нужно очень довольно-таки долго использовать, чтобы увидеть результат. Я думаю, это займет несколько месяцев, потому что нужно как минимум 10 подходов. И каждый подход идет через 2 недели, потом через 4 недели. Короче, эта песня долгая. Я думаю, я вам запишу в конечном итоге видео, что из этого все получилось. И дам себе рекомендации, советы и скажу вообще действует ли это и стоит ли приобретать это. Я думаю, что в любом случае это выгоднее, чем идти в салон, потому что в салоне это может стоить несколько тысяч евро, как мне кажется. и не все зоны хочется показывать посторонним людям, поэтому я предпочитаю это дело дома и самостоятельно, и с командой. Даже скажем на этой процедуре, почему нет. Поэтому очень интересно, посмотрим. Я обязательно с вами поделюсь этой информацией позже, сниму обзор на этот аппарат. Но пока что я просто рада, что он у меня есть и жду, когда 2 недели пройдут и я сделаю второй сеанс фотоэпиляции. Вот. Это были все мои покупки и подарки. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Если это так, то ставьте свои лайки, пишите комментарии, что вам понравилось больше всего, напишите, что вы приобрели в этот Новый год или что вам подарили, или что вы сами себе подарили, что немаловажно. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok